Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа, распятого за нас при Понтии и Пилате, воскресшего в третий день, и в Духа Святого, Господа Животворящего, и во единую Святую Вселенскую и Апостольскую Церковь, ожидая воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Вероятно, вы уже открывали книгу под названием «Библия», и, может быть, вы даже серьезно продвинулись в ее чтении. Сегодня вместе с вами мы снова откроем эту книгу книг и попробуем в нашей короткой передаче из серии «Библия. Книга за книгой» сделать обзор очередной книги Библии – «Послание Павла к Галатам». Мы зададим себе вопросы, на которые постараемся по возможности дать ответ. Зачем была написана эта книга? Каковы главные темы и сюжеты в ней? Каким в ней открывается стоящий за этой книгой божественный автор? Ведь для христиан Библия – это священное писание. Письмо обращено к общинам в Галатии. Галаты, родственные со словом кельты и галлы, изначально происходили из Галлии, и затем в результате кочевания по югу Европы в III веке до Рождества Христова поселились в Малой Азии. Впрочем, до сегодняшнего дня не ясно, какая именно местность Малой Азии обозначалась этим названием. Возможно, это северная часть, которая называлась Галатия, или римская провинция Галатия, которая занимала юго-восток Малой Азии, которую Павел посетил во время своего первого миссионерского путешествия. И там, и там Павел основал общины. Остается открытым вопрос, с какой частью деяний апостолов соотнести упоминаемое Павлом в главе 2 «Путешествие в Иерусалим». В зависимости от ответа на эти вопросы решается и проблема датировки этого письма. Когда, облагая весть об Иисусе Христе распространилась по всему Средиземноморью, в Галатии, как и в ряде других мест, возник вопрос о соблюдении христианами обрядовых и бытовых предписаний закона Моисея. Это послужило поводом к написанию особого послания апостола христианским общинам в Галатии. Как видно из послания, туда пришли христиане, обращенные за иудеев. Они стали проповедовать необходимость соблюдения всех обрядов и церемоний, практикуемых в иудаизме. Без чего, как они утверждали, никто не может быть спасен. В своем послании Павел решительно выступает против таких утверждений и подчеркивает, что люди становятся угодными Богу не потому, что пытаются достичь праведности своими собственными усилиями и точным исполнением обрядов, предписанных законом, а лишь благодаря их вере в Иисуса Христа. Это и есть суть благой вести Христовой. И Павел горячо желает, чтобы Галаты всегда помнили об этом. «Христос освободил вас, чтобы свободными мы были. Так стойте же твердо и не допускайте, чтобы вас снова превращали в рабов». Апостол Павел написал письмо Галатам серьезно, опасаясь, что группа учителей, преподающих иудейский закон, так называемые иудаисты, собьет с толку, запутает церковь в Галате, состоящие преимущественно из христиан языческого происхождения. Иудаисты требовали обрезания и настаивали на тщательном соблюдении Моисеева закона. Вероятно, речь идет об иудаизированном течении уверовавших фарисеев, которые выступили в Деяниях 15 главе со следующим заявлением. Должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисеев. Павел видит опасность для Галатов в том, что они могут отпасть от безусловной любви или благодати. И серьезно боится, что его миссионерские усилия пойдут прахом. Он прямо-таки заклинает их, напоминая, что возвещенное у них Евангелие дано ему не от какого-либо человека, а через откровение Иисуса Христа. Именно поэтому весть, которую он проповедовал, достойна доверия. Центральная мысль мне звучит так. Не по делам закона, а только через веру в Мессию Иисуса Бог признает человека праведным. Не только из-за ясного провозглашения Евангелия, но и в связи с угрозой законничества в христианских общинах письмо к Галатаму актуальное сегодня. Кто-то проповедует другую добрую весть. Да, здесь надо пояснить, о чем идет речь. Мы знаем слово Евангелие, для наших зрителей это вполне зримая вещь, некая книга или часть Библии Нового Завета. Так может называться даже весть Нового Завета. Но это слово пришло из греческого Евангелия, где оно обозначает «добрая весть», хорошая новость, радостное известие. В чем суть этой доброй вести? Пока что из прочитанных нами срок ясно только беспокойство Павла, а суть вести мы пока не слышали. Но мы немного забежим вперед и вкратце пытаемся ее обозначить. Итак, Евангелие – это добрая весть о пришествии на землю Бога во плоти. На земле его звали именем Иисус. Иешуа, Ярошуа, по-еврейски, в честь одного из вождей древности, помощника, а затем преемника Моисея, Иисуса Новина. Как гласит одно из церковных определений, халкидонский догмат, в нем было две природы – полностью божественное и полностью человеческое, ни слиянно, ни раздельно. Он жил на земле среди нас, показав нам пример послушания воли Отца своей жизнью. Умер на кресте, был погребен и воскрес на третий день. И благодаря этой смерти сегодня все люди имеют возможность начать жить иначе. Надо только поверить, что Иисус умер за ваши грехи, чтобы и вы могли жить подобно тому, как жил Иисус. Он вознесся на небо и там сидит рядом с Отцом, защищая нас от клеветы сатаны. Однажды он придет во второй раз, чтобы завершить окончательно дело спасения. Понимание – основное вести – это еще не все, ведь и процесс понимания сложен, многосоставен. Есть разница между тем, чтобы слушать и слышать. И не всегда повторение можно достичь искомого результата. За подлинным пониманием следует принятие. Истина должна начать жить в нас. Живой Христос меняет наше восприятие этого мира. Мир жесток, он злой и порочный. В этом суть греческого слова понерос, потому оно в Писании относится к сатане. Мир – это владение сатаны. Поэтому прогресс может смениться кризисом, а экономический рост вдруг останавливает война. Но мы можем выйти за пределы линейной истории. Время не просто движется от прошлого к будущему. В ней есть узловые моменты, когда ход истории вдруг меняется. Для христиан – это ожидание пришествия по Руси и Христа, когда время остановится или просто потеряет то значение, которое имеет сегодня. Нам нужно начать жить в пределах свободы Христовой. Свобода предполагает свободный выбор. И когда у нас есть прощающий Бог и чуткое сердце, в котором Он живет, тогда этот выбор становится легким. Нам легче жить, когда у нас есть свод неких правил, которые надо исполнить. Мы стараемся, а не исполняем все эти правила безупречно. И мучаемся, что не соответствуем идеалу. И в этом нет свободы, есть одно мучение. А Христос дает подлинную радость в своей свободе. Эту радость обрести легко. Есть только один безусловный суд. Суд Божий. Делай то, что нравится Богу. В твоей жизни должна быть цель, доминантой которой становятся мысли. «Я хочу делать то, что угодно Богу». Об этом послание к Аллату.